Мы приехали в Турцию для того, чтобы закрыть несколько своих целей. И сегодня закроем первую. Также сегодня будет немножко нашего турецкого влога, как мы здесь живем. Встретим друзей, напекем блинов. Ну, в общем, все будет интересно. Поехали! Мы приехали в любимое место, которое называется Moonlight. Здесь, кстати, обновляют детскую площадочку перед сезоном, что круто. А это вот такой вот плакат, схема, что, где и как. Смотрите, здесь даже есть, вон, страус. Огромный, вон он. Страус? Да, страус. Здесь такой контактный зоопарк на минималках. Что у вас за футболки такие красивые? Где купили? Нас славян в эту секту загнал. Понятно. Теперь не могут. Микроавтобус купили, путешествовать начали. Понятно. Не можем никак остановиться. Да, наш мерч разлетается по странам, и это классно. Ссылка есть в описании, можете себе тоже приобретать. Либо приходите на наши стримы, мы там разыгрываем мерчанские наши стоянки. На Малайте своя атмосфера. Есть сквапарк, но это отельный. Туалетики, но это все понятно. Есть указатели. Не сезон, прекрасно, никого. Обычно здесь, когда сезон, здесь такой движ, здесь так классно. Здесь все танцуют, отдыхают. Вот эти вот прекрасные рестораны. В общем, клево. Ну, а сейчас вот как есть. Ну и добро пожаловать на пляж, ребятки. И вообще в этой бухте я купался один раз. Летом мне не совсем нравится. Здесь вода, здесь микромусор плавает. И пакетики непонятные. Ну, из-за того, что это вот бухта. Поэтому Невау, это, кстати, чалыш. Я его облазил вдоль и поперек. На самый верх ходил. Туда, на секретный пляж. Здесь, короче, я все видел. Здесь вот сверху тоже классный парк. Можно кроликов покормить. И история турецких кочевников. И, кстати, вот я, видите, не один хочу купаться. Вон там есть ребята уже зашли. Ну, здорово. Здесь песочек, кстати, все располагаются. Честно, солнышко надо немножко погреться. И я, наверное, занырну. Один, два, три. Вау. Еще у меня... Значит, я плачу. О, кто к нам едет. Кто к нам едет. Кто к нам едет. Кто к нам едет. Когда вино все выпито, можно целильно попить чай. Спасибо. Под любимый наш десерт Юнефа. Песняка. С кирочком. Он как бы вообще стыкнул. Что у нас на этой неделе правильно масленица. Обожаю это дело. Ну, в смысле, блинчики. Вот это вот все. Поэтому сейчас будем готовить. Все. Что Torny? Не. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот готовим блинчики, конечно, Мирошка, аккуратно У нас тут куча всего и варенья, и топленка, и сметанка, и шоколадная паста В общем, с чем только блины у нас не будут Вот смотрите, как это работает Я только закинул в телеграм, значит, фотку, что я делаю блины Как поворачиваю голову, а тут же приехали ребята, понимаете? Вот, вот, все, припарковались и бегут на блины Вот вообще, а Что, вы на блины приехали, да? Ну вот Сейчас еще соседи теперь наших новых Машу с Димой зовем И все И я миссию выполнил Напек Вот такая вот на стусовочке И это еще не все Кто-то еще учится и работает, да? Наказанные дома остались, да? Да-да-да Мама все накормила Куча здоровья Ну что же, ребята, смотрите, наше утро начинается прямо вот так Мы очень быстро одеваемся Избежали из дома Да, потому что у нас уже подъехали друзья Голова еще не досоп Мы отправляемся в Анталию на выставку караванов Будем что-то выбирать Субтитры сделал DimaTorzok На круизе, да? Сейчас поворот на скрытие Так, экстрим Езжаем поворот на серпантине Тесла Корейская Тесла Давай сюда, назад пересаживай Я боюсь О, машина может О, сама тормаживается, да? Нет, мы приятно Ну скажи, что да Взял кадр, испортил Да, ребятки, мы снова на колесах И, конечно, не может это не радовать Взяли очень удачную машину Я решил посмотреть, сколько сейчас такие стоят Зашел я, значит, и увидел такую картину Что, представляете, машины, которые я когда-то забрасывал в избранное Они до сих пор продаются Они до сих пор продаются И вот я не пойму То ли рынок настолько встал То ли люди не знают про такой сервис, как аукцион от Авито Авто Аукцион — это бесплатная услуга, при помощи которой можно быстро продать машину Выбрав именно того покупателя, дилера или профессионального продавца Который предлагает большую стоимость Каждую сделку сопровождает менеджер Авито, помогает и отвечает на все вопросы на каждом этапе Смотрите, какие есть преимущества у данной услуги Первое. Продавец сам выбирает из предложенных покупателями условия лучше Второе. Оценку авто можно увидеть уже через пару часов после того, как выставили заявку Третье. В аукционе участвуют только проверенные дилеры и профессиональные продавцы Четвертое. Оформить заявку на онлайн-аукцион можно всего лишь за пару минут Пятое. Специалист Авито контролирует сделку, поможет с коммуникацией между покупателем и продавцом И ответить на все ваши вопросы Ну и шестое, пожалуй, самое главное Заявка вас ни к чему вообще не обязывает Не нужно ни за что платить И есть возможность отказаться до проведения аукциона или сразу после То есть даже если провели диагностику машины и все готово к заключению сделки В общем, друзья мои, ссылку на аукцион от Авито Авто я оставлю там в описании Переходите, пробуйте и, конечно же, экономьте свое время Мы доехали, вообще впервые будем на такой выставке, поэтому поехали всей семьей, чтобы вообще посмотреть И мы сразу подъезжаем и говорю, о, площадка Валаферская, смотрите, здесь такое поле Вот ребята прямо вот так вот в автодомах здесь живут, очень удобно Людей просто тьма Парковка занята Машин очень много и людей много Ну, посмотрим, как будет сейчас внутри, какие производители стоят С кем-то познакомимся У кого-то замутим какие-то прайсы Ну, посмотрим, как вообще все это дело будет Здесь, кстати, еще приезжают местные на своих Родик, отойди На своих автодомах, на своих прицепах Ставят прям машины на парковке И на них на всех надписи Сателлик, продаю, продаю, продаю И мы, кстати, вот уже пришли Людей просто тьма Старинные машинки стоят Буфетик Вот видите, из транспортера, получается, сделали такую машину кушать Прикольно У турков, кстати, еще есть прикол Они делают венки Такие могильные На открытие какого-то заведения Я вообще угора над темой Ой, короче, вход здесь оказался платный Сто лир на человека Здесь ребята вообще не понимают английский Я угораю, как они написали твое имя Я говорю, Настя Она пишет У меня новое имя Да, 600 рублей обеднели, да? Вот так, это ладно Что же, добро пожаловать на выставку Максимально сейчас будем смотреть Здесь есть и полноценные автодома Турецких производителей И Кимпера Интересно, конечно, позаходить в эти все дома Здесь это можно сделать Смотреть, как все устроено Хочу быстро, бегло вообще посмотреть Различные какие-то варианты А потом уже заходить во все и прям Вот, например, смотрите Бус переделанный, да? И у него мне очень нравится Крыша как раз Как У Мироша, это не надо Как у Калифорнии Вот, пожалуйста Крыша-палатка Поднимается И Там же кухонный модуль А есть, например Вот такой же Маленький Транспортер Но это Пежо, по-моему У него тоже Крыша-палатка О, я, кстати, на них в Инстаграме подписан Точно Вот Они постоянно рекламируют эту машину Блин, смотрится, конечно, круто Матовый цвет И вот эта вот Палатка Спальное место Да, это важная тема Пойдемте Я вам с багажника покажу Потому что здесь Народу очень много С багажника Это выглядит вот так Вот Это примерно Плюс-минус Калифорния Тут они делают Вот так Все Здесь Здесь шкафчики Да И Односпальная, так сказать, кровать Но Наверху Тоже есть А еще они сделали Потолок Как в этом Роллс-ройсе Да-да-да Прикольно Естественно Все шторочки Все вот это Закрывается Питание Все подключается Вот так это все Выглядит Это летний душ Вау Очень круто Здесь, да Окошечко Ну да Прикольный вариант, конечно Еще бусы Здорово Как вам, парни? Круто Будем посмотреть бы Быстрее бы Вот, да Настя Считай Ну пусть Ну вот 60 Вот, например По ценам Да Есть Три Комплектации Ну вот комфорт 50 тысяч евро Это 49 200 5 миллионов 5 миллионов, да Но вы получаете Вот Считайте Машину Полностью, да 3 тысячи 3 миллиона 100 турецких лир Именно вот этот вот Экземпляр Что в салоне? Вот, собственно Есть лестница Поворотные Сидушки И Спальное место Здесь, кстати Ну ты и так В принципе Помещаешься Вот в полный В полный рост Тебе не нужно Что поднималось Как у нас, например Да Вот как в Калифорниях Есть вот кухонка Маленький Небольшой модуль Который по телевизору Мари, который Содвигается Приходите За эти тащишь Опускаешь, значит Крышу И в путь В этом автодоме Есть, естественно Туалет Душ Вау 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 С окошечком И даже Кровать Двуспальная Ага Да Отделка Классная Вообще Это у нас Холодильник Да Вариантов Конечно Здесь Тьма Вот еще стоят Ну это уже такие караваны Кстати Они прям как это Сделаны Как это Как европейские Здесь также есть Различное оборудование Например Вот холодильники Кондиционирование Биотуалеты Это вот именно Все для караванов Еще здесь Кстати Есть Пикапы Кто вот Интересуется Пикапной темой То вот Пожалуйста Пустая Да Вот Ну мы на самом деле Не это Не прикалываемся По пикапам Не наша тема Мы хотим Именно посмотреть Вот прицепы А еще У турков Кстати Есть такая тема У них есть Вот такие дома На колесах То есть это такой модульный дом Славится на прицеп И они действительно Путешествуют Он на таких вот Домах Да Представляете И есть уже Непосредственно Маленькие машинки Вот пожалуйста Тойота например Экспедиционный багажник С палатками На крышах Есть машины Вот например Смотрите Караван Стоит 300 тысяч Лир Умножайте на 3 То есть получается 900 тысяч Именно этот караван Его комплектация Вот прописана Смотрите Как он прикольно Смотрится Как он прикольно Выглядит Давайте зайдем Вовнутрь Посмотрим Что внутри Здесь мы имеем Сразу Столик Продолжение кухни Здесь у нас Двухъярусная кровать Вот Здесь Туалет С душевой Вот пожалуйста Смеситель Здесь обычный Такой Туалет Типа как у нас Газовая Плитка Все подсвечивается Конечно Все сделано В очень красивых Приятных тонах И здесь Вот такая Двухспальная Кровать Столик Разбирается И здесь Вот этими матрасиками Все закладывается Есть Также Вот Холодильник Стоит И Мне конечно Вот очень нравится Вот например Если нам Такой покупать То есть Вот Есть рабочая зона Где дети могут Заниматься Да Ну и конечно Что есть Это вот Двухспальная Кровать Прям прикольно Ребята 300 тысяч Лир Это Это Даже не Миллион На наши Вы представляете Пойдемте В следующий В более Простую Модель Которая Вот пожалуйста 230 тысяч Лир Сейчас Сейчас Там люди Сейчас Они Выйдут Посмотрим Что он У себя Представляет Здесь В принципе Вот Есть Комплектация Как Это Выглядит Когда Ты Едешь И Как Выглядит Когда Все Раскладывается Так Вот Сейчас Выйдут Люди Посмотрим Давайте Пока В другой Сходим Вот Например За 240 Тысяч Лир Умножайте Все На Три То есть Вы Представляете Это Цены Ну Реально Дешево Вот Серьезно То есть На нашем Рынке Например В России Нету Таких Экземпляров За такие Цены У нас По-моему Сейчас 800 Или Миллион Стоят Просто Капли Обычные Капли Здесь Капли Кстати Тоже Представлены Мы Обязательно Найдем И посмотрим Цены Здесь На Диван Диван Ну В принципе Плюс Минус То же Самое Что Мы Там Смотрели Вот Душевая Кабина Такой Жи Обычный Ковалет Био Вот Пожалуйста Здесь Можно Стоять В полный Рост Небольшая Двухъярусная Кровать Классники Матрасы Есть Вот Форточка Моски Пожалуйста Вот Такой Выставочный Образец Ну Естественно Все Холодильник Газовая Плиточка Попроще Чем На наши Деньги Ну Шестьсот Пятьдесят У тебя Вот Такой Полноценный Караван Собой Таскаешь До Семьсот Килограмм Это Супер Двигаемся Дальше У этих Жеребят Смотрите Есть С террасой Дом Очень Прикольно А вот Я хочу Вам Показать Экспедиционный Прицеп Прям Такой Мощный У него Посмотрите Какие Огромные Колеса Это Вот Прям Внедорожные На самом Деле Боксы Это Все Понятно Поднимается Крыша Чтоб Там В полный Рост Можно Было Стоять Пятьсот Тысяч Полтора Миллиона И Комплектация Заходим К следующим Ребятам Вот Ну Здесь Такой Да Уже Полноценный Буз Но На Нашу Семью Такие Конечно Варианты Очень Маловатые Вообще Просто Тачка На Минималках Да Очень Удобно Что Вот Это Подъем Крыша И Ты Можешь Ходить Полный Рост Но Поготовки В самой Машине Конечно Сомнительная Такая История А еще Здесь Впервые Вижу Вот Такие Вот Маленькие Кемпера Их Пристегиваешь К Велосипеду Ребятки Понимаете И у тебя С собой Таскается Спальное Место Вот Ты просто В нем Спишь Здесь Разные Модели Представлены Конечно Это Прям Такая Прикольная Штука А Опускаются Вот Эта Крыша Опускается И Вот Это В сложенном Виде Есть Еще Вот Такие Маленькие Модули Такие Кстати Я тоже Вижу Впервые Такие Вездеходные У них Просто Модули Кухни Плиточки Даль Вот Например Еще Караван 300 Лир Пойдемте Посмотрим Что В нем Внутри 3.25 У него Длина Сделано Все Очень Красиво Эстетично Стильно То есть Не топорно Здесь Кстати Очень Маленькая Такая Кухонка Тоже Раскладывается В спальное Место И здесь Уже Непосредственно Просто Большая Кровать И Ванная Комната Ну Такая Не наша Планировка На самом Деле Пойдемте Посмотрим Вот этот Вот 4.25 У него Уже Длина Вот Здесь Уже Поинтереснее Здесь Большая Кухня Большой На самом Деле Обеденный Стол В принципе За которым Даже Мы Можем Поместиться Остекление Он Очень Светлый И Здесь Вот Такая Кровать Значит Маленькая И Здесь Вот Побольше Ну Прикольно Спальных Мест Хватает Вот Пожалуйста Смотрите 2.600.000 Лир 15-й год Это Бэушность 106 Пробега У него 1000 Пойдемте Посмотрим Что Внутри В этих Автодомах Да Интересно Так Заходим А Ну Понятно Здесь Прям Полноценная Такая Гостиная Поворотки Да Здесь Прям Классно Круглый Стол Это Прям Круто Кухня Пожалуйста Большая Кровать Душевая Причем Видите Душ И Туалет Отдельно Есть Перегородка Это Большой Плюс Еще Есть Раковинка Ну Очень Просторно Красивый Черный Холодильник Классно Как вы Понимаете Выбор Производителей И автодомов В Турции Большой Их Реально Очень Много На этой Выставке Представлены Даже Не все Вообще Производители Я Нашел Здесь Кассетный Прицеп Смотрите Как Это Смотрится Прямо Здесь Помещение Курят Прикольно Вот Они Выдвигаются Там Прямо Шикардос Здесь Надо Одевать Бахилы Поэтому Заходить Сюда Не будем Вот Смотрите Экземпляр Это Крафтер И у него Тоже Выдвигаются Вот Такие Первые Я такую Историю Вижу Прикиньте Как Они Сделали Причем Это Не С одной Стороны А С Двух Сторон И У Тебя Там Действительно Место Просто Да Интересно Конечно Что Внутри Сейчас Попробуем Туда Заглянуть А Здесь Уже Без Поворотных Сидений Здесь Прям Квартира Ну И там Да Там Уже Полноценные Такие Кухни Душевые Кабинки Сейчас Сюда Зайдем Обязательно Здесь Кстати Выкатывается Телек Вот Так Вот Чтобы Смотреть На улице Блоки Управления Всем Этим Устройством Диван Причем Раскладной Здесь Очень Просторно И Вот Мы Попадаем В Модуль Еще Один Диван Который Раздвигается И Душевая Кстати Вы знаете Я стою Вот Я вот Прям Выпрямляюсь И все Я упираюсь Головой Вот смотрите Дом На базе Ивека Да У него У него Лебедка Лебедка Даже Спереди Спереди Стоит Большущий Конечно Пусть Тоже Представлены 74 250 Евро Ну то есть 7,5 Миллионов На наши А сейчас Мы пришли К мечте Димы Дима Говорит Я мечтаю О таком Сплю и вижу У меня Синица Вот Стоит Сколько стоит 4,5 Миллиона Лир 4,5 Короче 10 миллионов На наши Деньги Он стоит Пойдем Характеристики Покажу Давай Смотри На 5 Человек Нам хотя Столько и не надо Мало ли Вдруг Вы возьмете Ну ты же говорил Это Рожать будете Да Что мне Прямо Запомнилось Да Такое То есть Бак С водой На 520 Литров Это для серой Да 420 Серая Вода Офигеть Где А Где-то я видел Короче У него есть Генератор 3,5 киловатта Бесшумный Генератор То есть Автономно А знаешь Что мне нравится Сходу В нем То что у него Вот такой Вот огромный Выдвигает слайсер С летней кухней Вот это Просто круть Вот такого Я вообще Еще нигде не видел Акабулятор на 600 ампер Часов Обалдеть Да Сюда Чтобы подняться В первых очередь Во вторых Это Ну там Ничего особенного Мы не увидим Вы можете на моем Это канале Посмотреть Я снял уже Тут это Вот эта штука Мне вообще Очень нравится Конечно А вот капли Пойдемте Покажу каплю Пока сюда Все прорываются Я хочу Каплю Показать И посмотреть У нас конечно Много таких Историй Люди покупают Мне конечно Вообще не нравится Это абсолютно Не понимаю Зачем покупать штуку Просто Для сна Здесь вот просто Двуспальная кровать Огромный просто Телевизор Подсветка Полка Да Можно смотреть На звезды Но именно здесь Мешается вот эта палатка Сверху И по цене По цене По цене Так Цены нету Ладно Сейчас попозже скажу цену Капли По сути-то Это вот У тебя есть Холодильник Который здесь Установлен Кстати Очень Небольшой Кухня И по сути Все Единственное Что здесь Очень прочный Каркас За счет Вот этих Усилений Металлических Сколько он стоит Я не знаю Хочу цену найти Давай я спрошу Здесь экспедиционный Душ Очень удобная Вещь Вообще У нас В России Один по моему Людва Производителя Которые делают Эти вот Души И по сути Все Но капля Ну так себе История Спросили Значит 500 тысяч Лир Стоит Вот эта полная Вот эта комплектация Как мы ее видим То есть Палатка И вот эти колеса Но это вот Для проходимости Вот если вы любите Лазить куда-то в грязь У вас крутой Тягач Медорожник То Да Ну и кто любит Просто спать То как бы Окей Нашли мы каплю Еще вот без всяких Вот этих наворотов Не проходим Мы просто обычно Но вы просто посмотрите Насколько она красивая Вход Как иллюминатор Какой-то Да Посмотрите Это как будто Вот все Литой пластик Какое панорамное Остекление Смотрите И как это Смотрится Вот Издалека Вообще красиво Смотрите 375 тысяч на 3 умножаем Это примерно Миллион Триста За эту красоту Это реально Красивая Очень капля Лежишь на звезды В Палевшка Подойки Просто О Два входа Выхода Ты словно Погружаешься В очень Классную Стиральную Машинку Понимаете Купи себе Стиральную машину На колесах Супер А сейчас Я вам покажу Как выглядит Самый маленький Турецкий караван Я его видел Уже на просторе Интернета Я не знаю Сколько он в длину Наверное Полтора метра Это просто На минималках Такая история Смотрится Очень стилевенько Надо узнать цену Здесь типа Бак для грязной воды Вот так вот Сливается Есть Под велосипеды И что у нас Внутри Здесь Вот пожалуйста Зачем капли Какая может быть Капли Когда есть Вот такой прицеп Где ты можешь кушать Переждать непогоду Газовая плиточка Холодильник И вот пожалуйста Есть даже душевая Кабина С туалетом Видите Как нет Вот это раскладывается Артемка И получается кровать Да Там уже такой Да То есть вообще Ну Минимум всего Так А теперь идем в пикап Про что я говорил Мы поэтому Не прикалываемся По пикапам Но Слушай Здесь прикольно Достаточно просторно Вообще И смотри Есть отдельная Кассета Для вот этой воды Вытаскивать Так от ниже Такой дом Который тебе будет Абсолютно удобно И ты ее можешь Перемещать И хоть где Жить На ней Ну и собственно Вот пожалуйста Терраса Опа Сейчас попробую подняться Опа 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 Все Все мы на террасе Все мы на террасе Заодно посмотрим Вид сверху Как все выглядит Здесь есть стульчики Здесь наверное Солнечные панельки Какие-то стоят И выставка сверху Да Смотрите как здорово Вот кемпер Сделан вообще под Европу Вот эта вот пупырка Такая Выставочная цена 23 750 евро 2 300 миллиона на наши Давайте Внутри посмотрим Столик Большое пространство За 23 тысячи евро Лапшичка в подарок Дошик Ну а тебе идет Смотри Духовка есть А мы уже видели Заходили за духовками Тетфорд Обогрев Газовый Туалет Душ Отдельно Мне просто видишь Не нравятся вот такие планировки Как бы Не совсем Ну на двоих На троих На двоих Вот идеально Да Что не надо тебе вот это собирать Здесь получается По соседству стоит Вот еще один Караван Цена Выставочного 22 22 800 евро Ну если брать новый Там под заказ 26 200 евро Планировка Вот Раз кровать Два кровать Три кровать Четыре кровать И это вот раскладывается Пойдем сейчас зайдем Вовнутрь Мне очень нравится Что есть Двухъярусные кровати Это вот тут Для нашей семьи Это капец как удобно Вот пожалуйста Заходишь Двухъярусная кровать Сразу Вот это Тоже превращается В кровать Такая кухонная зона Здесь еще Кровать Пожалуйста Все это дело С перегородками Можно это Так ладно Не при Артеме сказано Дальше Здесь вот Душевая С щелками Можно полить Еще что-нибудь Опа Какая тугая Вот И здесь Ванная Видите Она отдельная Душевая кабина От туалета Но прикольно В самом деле Мы сейчас Внутри автодома Спальня Раз Кровать Шторочки Чик-чик Закрывается Закрывается У водителя Смотрите Значит Еще Есть Два Места Что в принципе Удобно Здесь Места Здесь Тоже Все Раскладывается Большая Кровать Шкафчик А федерсен С двух Караван Нека Да Зали Как Димаш Парит Уже По-турецки Че 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 Дорт Миллион Сочи Секис Плюс Секис Семьсот Сколько Восемьсот Четыре Восемьсот Четыре Восемьсот Стоит Лир На Три Умножайте Так Это Холодильнички Понятно Маленькие Такие Кстати О Духовка То Чего Антона Не хватает На Минималки О Закротовская Прикольно Так Это Шкаф С Большим Кстати Зеркалом Что же Смотреть Очень Достойно Здесь Налево Идешь В душ Ходишь Направо Идешь В туалет Гоняешь Здесь дверка Есть Нет Вот Она Да Двигается Не Здесь Вот Смотри Здесь Люди Ходят Они Все Позагибали И Такие Убийственные Пальцы Могут Отлететь И Большая Спальня В том Кровати Я смотрел Синенький Который Там Дверка Короче Вот Так Закрывает Или Открываешь Она Закрывает Тот Прикольно Две Кровати Китайский Рынок Автомобилей Кстати До Турции Добрался Они Здесь Продаются Вот Например Тига 8 Про Черри Цена Миллион Семьсот Умножайте На три И пишите В комментариях Как вам Цена Здесь Можно Посидеть Вот Пожалуйста Комплектация Кожа Рожа Все дела Ну Такая Маленькая Машина Я же уже говорил Что Демасик обновился На старую И вот Смотрите Как сделали Старую С модулями Вот это Просто пушка Вот я хочу Себе Мультик Сделать Именно Такой Модуль Идем Дальше Здесь у нас Палатка На крышу Стоит Да Как дополнительное Место Ну и сам Вход Ну вход Там все понятно Обычно Они оставили Тент Большущий Просто Круговой Да Знаешь Что мы стоим Сколько На сен Мы здесь Переделать Старую 210 тысяч Лир А вообще Ребятки Вот такая Выставка Какой Караван Вам понравился Больше Пишите В комментариях Мы сейчас гуляем В нашем Любимом месте Это Пляж Чемьюва Муниципальный Совершенно Бесплатный Здесь Можно вот так Вот приехать Пожарить Шашлык Здесь Таких мест Мангальных Вот Огромное Количество Да Вы можете Заметить Детские Площадки Две штуки Здесь Бесплатные Туалеты В потрясающем Состоянии Теннисный Корт Бесплатный Далее У нас Имеется Две Волейбольных Площадки Вот Можно Собираться Кто нас Смотрит И вы В Кемере Можете Писать Мне В личку Можно Договариваться И ездить Делать Какие-то Активности Ну Естественно Можно Еще Купаться В море Сейчас Самый Кайф Купаться Я вам Серьезно Говорю Вот Вот Они Детские Площадки Качельки Небольшая Но Деткам В принципе Хватает Бесплатная Парковка Ванлайферская Где стоят Кемпера Автобусы Бусы Автодома Отсюда Никто Никогда Не гоняет И представляете Вот Вы Вот Здесь Живете Ну И например Припарковались Там На какое-то Время Остановились Живете Здесь У вас Здесь И для Детей Абсолютно Все Есть И море Прямо Рядом И туалеты Есть И вода Вообще Все Абсолютно В доступе Ну Представьте Как клево Ну Естественно Даже Вот Есть Пожалуйста Душевые Кабины Да Понятное Дело Холодная Вода Но Летом На самом Деле Это Здорово И вот Так Вот Люди Живут Вот Такой Большой Тусовкой Мы Неоднократно В том Году Кстати Тоже Ее Показывали Но Самое Кайфовое Это Вот Посмотрите Какие Красивые Виды Морюшка Класс Да Родик Да Родик Делит Своими Эмоциями Здесь Летом Такой Движ Вообще А вот Сейчас Не сезон Вообще Закрыто Все Слито Никого Ничего Только Птички И шум Моря Вот Обожаю Не сезон За Вот Эту Лютейшую Атмосферу Знаешь Какой Может Часто Наводнение Лютейшую 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 Продолжение следует...